В Эстонии, для того, чтобы вы не спали, я покажу, как это работает, это не работает, так что введение, знаете, в Эстонии мы постараем все-таки, так как мы сказали, что эти вне правительственной организации науку и учения принести вместе. Я хочу показать это одно исследование, которое сделано уже, я не знаю, это не работает, это было сделано 20 лет назад, в 99-м году, это был на этой вопроснике или исследовании, даже две докторские диссертации сделано. Это вопросник такой же, между 15-летних, такой же, как в Финляндии сделали, и тогда потом сравнивали всякие вещи. И там было в конце, это между 15-летних школьников, и в конце была возможность задавать вопросы по этих 15-летних девушек и мальчикам. Что я хочу сказать, что наше учение должно соответствовать, что интересует учеников. И что интересует учеников, как я вчера уже сказала, это более-менее то же самое. Я отвечаю сама этим вопросом, даже сегодня отвечала. Это анонимный интернет-сайт, где молодые могут задавать вопросы. Эти вопросы очень простые, они иногда такие, которые не задаваются в школе, но мы сами, кто наши учители? Наши учители – это наши дети, да? Так что, если у вас дети есть, вы это знаете. Поэтому читайте, что интересует 15-летних, да? Это что нужно делать до полового возношения? Как вести себя после сексуального контакта с этим человеком? Что делать, если стесняюсь тела? Что чувствует мальчик, если мы почти дошли до полового контакта, а я остановлюсь? Сама утвер... Это я не могу. Ненормально? Гомосексуальность – это стыдно? Разрешается ли сексуальный контакт, если у девушки менструация? У кого должен быть презерватив? У мальчика, у девочки или у обоих? Это правда, что первый половой контакт полезен? Каковы признаки влюбленности? И следующий... Ну, это только несколько этих вопросов. Меня интересует, как себя вести на первом свидании? Как я узнаю, что он меня любит? Ну, это останется до конца жизни, я думаю. Что будет, если презерватив порвется? Как сказать партнеру – нет? Я слышал, что секс полезен для здоровья. Это правда. Сколько раз можно использовать один и тот же презерватив? Это... От чего зависит дальность семяизвержения? Уральный секс опасен? Почему девочку называют шлюхой, если у нее были отношения с парой человек, а мальчиков не называют так? Ну, вы знаете ответ? Ну, вот почему. Ну, почему? Почему оргазм бывает не в каждом половом акте? И так далее. Это интересует. И я могу сказать, что, например, в этих, где мы отвечаем, но хорошо, продолжаем. Тогда, теперь, как... Что я еще хочу сказать, что философия в Эстонии о человековедении – это, во-первых, что я слышала сегодня тоже, сексуальность – это не опасность. И если сконцентрировать на проблемах, это никуда не ведет. Так что я... А наш опыт покажет, что у нас должен быть такой позитивный подход. Не говорим о проблемах. Это источник развития. И другая такая философия, что это, может, тоже мы учили в этих годах, что сексуальность нельзя медикализировать. Мы всегда думаем, ну, а тогда придут эти медики, они скажут, как это должно быть. Но у медиков отсутствует такое учение, как говорит о сексе, да? Они это абсолютно не знают. Так что сексуальность – это нельзя медикализировать. Нет. Теперь в Эстонии, как мы приготовим тогда преподавателей человековедения, у нас обучение в университетах. В Эстонии есть два университета, один, где преподаватели приготовят, один в Таллине, другой в Тарту. В Тарту у нас очень старый университет, уже в 17 веке началось. И там был какой-то период, когда учители человековедения было как отдельный предмет. Но там потом оказалось, что не хватает нагрузки. Поэтому сейчас это как дополнительное учение, и тогда они могут выбирать любые учители. Тогда еще это началось уже в 95-м году, и сейчас это бесплатно. Я хочу еще сказать, что так как мы в Эстонии, в Евросоюзе, наше высшее образование сейчас как везде в Европе. Поэтому у нас это, как называемое, вы слышали, это Полония. Да, поэтому у нас как в Полонии, и у нас вчера был вопрос, сколько часов. У нас, я сейчас узнала, это три этих кредита, как у нас есть, этот курс. И это значит, как более-менее 72 часов в один год. Это курс по выбору, если кто-то хочет дополнительно получать такую специальность, как человековедение. Человековедение? Так что для того, чтобы дать престиж этому предмету, человековедение, потому что, например, экзамены, это обычно в математике, в эстонский языке и так далее, это вы все знаете, чтобы приготовить к университету, например, но там нет. Поэтому они начали организовать олимпиады для школьников с 2011 года. С 2008 года там ежегодные выборы учителя года. Эта организация выбирает и тоже мероприятие года из изучения человека. И тогда придет министр и дает этот приз. Тогда в школах предметы оздоровья на выбор учащихся. Они могут еще дополнительные. Я помню, как моя девочка была в школе, моя дочка, у нее была, например, коммуникация между народом, или, как сказать, международная коммуникация. Как понимать, чтобы ты не взяла как лично, например, а вот такая коммуникация в этом... Межкультурная коммуникация. Межкультурная, например, такой предмет был очень интересный, по-моему. Ей очень помогало потом. Увеличение количества шифровых учебных материалов. Вот у нас такой веб-сайт для учителей. И те, которые выдумали свои материалы, они могут туда, в этот веб-сайт, поставить эти материалы. И тогда другие учителя могут оттуда уже выбирать и пользоваться, что коллеги выдумали. Тогда учащиеся последнего года обучения и основной школе, они должны делать обязательную исследовательскую работу. Я помню, я сама, например, моя дочка делала работу о фертильности, это fertility awareness, сознание или узнание о фертильности, например. Там и контрацепция, и бесплодие. Там два половина, да? И я тоже руководила один раз, это просто одна девочка пришла ко мне, вот я слушала, вы говорите о контрацепции, я хочу в гимназии делать контрацепции, эту работу, и можете мне помогать. И я помогала, например. Так что это тоже дает как престиж. Нет, тогда у нас еще есть, кроме, так что университета, тогда эти вне правительственной организации и институт развития здоровья. Институт развития здоровья, это под министерством социальных дел, это как health ministerial. Тогда это такой институт, который они, это началось тоже где-то 20 лет назад, и они, идея была в том, чтобы комбинировать, вот исследование, там учебный центр, и там регистр, например, рождаемости, там регистр абортов, и так далее. И тогда они организуют и компании, большие компании, а ВИЧ, а презерватив, например, пользовать, и компании, ну, что кушать, чтобы алкогольнее пользоваться, чтобы избегать насилие, и так далее. Это большие компании, и очень часто вместе с этими вне правительствами и организациями. Так что, так как вы уже говорили из Молдавии, что если комбинировать этот вне правительственное, как министерство, Министерство и неправительственное организации, и университет, тогда наш, ну, чтобы мы не конкуренты, а мы все-таки работаем вместе, и мы найдем, что это очень важно. И Эстония такая маленькая, что иногда те же самые люди, они работают, один человек, например, работал в нашей организации сексуального здоровья, а сейчас она работает в этом институте. Теперь первый шаг, большой шаг был, началось с 2005 года, когда мы делали вместе с институтом сексуальное образование, это рекомендация и учебные материалы, и для преподавателей. Здесь это и на эстонском, и на русском языке. Но это по предыдущему программу, сейчас у нас уже новая программа, но это первый такой. И знаете, мы это учились, там были эти одни и тремные обучения для преподавателей, и мы так встретились во всей Эстонии, около 600 преподавателей. И там разные преподаватели, которые должны учить человека в идее. И это был как первый шаг, и это сейчас и существует. Но это у меня с собой нет. Теперь, конечно, много новых учебников, а что мы еще делали, это для школьных медицинских сестр, такое как guidelines. Так что, и тоже, в идеальном плане, или много раз мы попытались то, что есть ли учебник, или есть ли какой-то guideline, тогда и курс. Как пользоваться, что такое, что мы там имели, это самое эффективное. И, конечно, сейчас перевели стандарты сексуального образования в Европе, и это, ну, сейчас, кто интересован, может достать это. И сейчас, как я вчера сказала, что на насилие самый большой акцент сейчас на насилие, и поэтому еще такой материал здоровые и безопасные отношения. И тоже одни дневные обучения преподавателей. И, например, у меня с собой пример одного учебника, нет, не учебника, это издательство. У нас два издательства, которые делают учебники. И я с собой взяла одного издательства, это все на русском языке. Я оставлю эти сюда, чтобы вы видели, какие здесь, здесь обычно учебник и тетрадь, где ученики уже пишут. Я просто хотела сказать, что, знаете, это для нас сейчас, это что, вроде ВИЧИ, противозачаточные, и, скажем, презерватив, и как рожают, как получается беременность и так далее. Это такая техническая информация. Это можно найти, например, в нашем интернет-сайте, и это все легко. А что сейчас в этих учебниках, это побольше, и это также называется общение. Это, например, учебник называется общение. Я несколько просто, чтобы вы знали, что здесь дорога к другому человеку начинается с себя. Например, как себя анализовать. Это шестого класса, учебник шестого класса. Потребности и общение. Компоненты общения. Средства и навыки общения. Хозяин своего поведения. Например, здесь агрессивное поведение, зависимое поведение, уверенное поведение, извинение и признание ошибок. И так далее. Вы видите, это у нас сексуальное образование. Это теперь уже не противозачаточное и так далее. Потому что мы думаем, что, например, многообразие различий. Влияние предупреждений на отношения. Например, здесь такие. Так что вы можете видеть эти, что содержатся в этих учебниках. И здесь этот учебник для восьмого класса. Это у меня тоже здесь с собой. Здесь я бы сказала, что первый раз включено и разные семьи. И семьи, где оба родители женщины или оба родители мужчины, например. Так что, и также это признано лучшим школьным учебником в Европе в 2013 году. Потому что мы думаем, что вот эта связь с обществом и как мы думаем, что вот это образование очень важно. Ну да, у нас этот язык очень близкий к финскому языку. Поэтому много влияния и в Ринляндии. И здесь некоторые примеры. Это у меня с собой нет. Они на исландском языке. И сейчас, можно продолжать. Сейчас, как уже сказали, в Голландии очень хорошие материалы. Мы всегда адаптируем. Если мы возьмем из других странах, мы всегда адаптируем. Так что сейчас обращают побольше внимания. И первый раз у нас хорошие материалы для дошкольных воспитателей. Так что у меня эти, эти у нас только на эстонском языке до сих пор, потому что они такие новые. И что до школы? Это тело, эмоции и безопасность. Так что это сексуальное образование до школы. Это тело, это эмоции, это безопасность. И еще маленький тетрадь, что самые главные тематики для родителей с нулевого до восемнадцатого года. Так что это очень хорошие, интересные материалы. Тогда я могу, вы можете, вот этот сенсор, флэг-систем, это тоже как избегать, как, это для, упражнение для студентов, как понимать насилие. Что такое насилие, что такие равные отношения, и как их узнать и понимать. Так что это сейчас адаптируется на эстонском языке. Вы можете это видеть в интернете. И, как я сказала, что школьная программа будет у нас теперь опять новая. Это разрабатывается, и осенью этого года должен быть готова. И там побольше, опять, наносили отношения между близкими. И что такое эмоциональное, психологическое насилие. Потому что это узнать, если об этом никогда не слышали, это можно нормализовать, если всю жизнь молодые ребенки видели только такие отношения, они даже не знают, что такое, и они будут повторять свои отношения. Так что это сейчас номер один, что у нас как на фокус. Я хочу сказать, что сначала у нас в Эстонии было так, я вот неделю назад, у нас здесь преподаватель, который дает человековедение уже в начале 90-х годах. Она делала обзор точно об этом, что я вам говорила. Это мне очень помогало, что она здесь говорит. И мне было очень радо видеть, что у нее в руках книжка, что мы делали в нашем союзе уже до школьного, что это была первая книга, что пользовались в школах. Так что я хочу сказать, что много материалов мы делали в нашем союзе сексуального здоровья, и этих пользуют в наших услугах молодежи. И там очень много лекций, таких работ по сексуальному воспитанию в школьных классах. Так что это вместе, и эта традиция уже более 20 лет. И вот эти материалы, которые пользуются в школе, это те же самые люди иногда, которые работают без их услуги. Так что мы чувствуем, что надо. И первые материалы были от нас. И сейчас, конечно, преподаватели уже сами тоже делают. И я очень рада, что этот акцент не на медицинскую часть, но на общение и шире. Спасибо большое.